Ну что, время 7 утра, мы едем на съемочную площадку. Я решила, что я попробую в этом случае записать влог о том, как вообще происходит создание первого, первых выпусков моего первого шоу. Потому что до этого я была только как приглашенный эксперт. Знаете, когда прекращаешь работать в офисе, да, там, как бы, прекращаешь работать на дядю, кажется, ну все, я смогу спать сколько хочу. Мне не нужно будет вставать рано. Впереди камеру на заметку. Спасибо. Мне не нужно будет вставать рано. Мне не нужно будет работать выходные. Ха-ха-ха! Говорит нам Вселенная. В общем, время 7 утра, как вы понимаете, мы едем с Александром. Александр, ты похож на Сыча. Сыча есть. Александр, это мой муж. Кто, кстати, не знает, кто смотрит только мой YouTube. Это человек-оркестр, который организует нам съемку и занимается продакшеном. Хватит меня перебивать. А затем поверните направо. Короче, вот так выглядят мои волосы. Если их укладывать как попало. А сегодня я помыла голову и только высушила, и то хотя бы чуть-чуть пригладила Дайсону. Надеюсь, что мастера по волосам мне сегодня способны. Вообще, конечно, это охватит вот так. Я понимаю, что будет очень длинный и долгий день. Пожелайте мне удачи, чтобы мы со всем справились. Так, поснимаем вам от первого лица. В общем, у нас сегодня такая вот локация. Снимаем мы фотостудии. Много было вариантов, где же снимать преображение. Но решили, что все-таки студия. Это самый прекрасный вариант. У нас уже готовятся вещи. У нас уже там героиня. У нас куча оборудования, которые мы еле затащили на четвертый этаж. Мы, это не я. Женская энергия на такая. Я ничего не таскаю. Но наша команда. Все, мы начинаем. Пожелайте нам удачи еще раз. Так, друзья. Как вы понимаете, карета превращается в тыкву. Точнее, наоборот, тыква превращается в карету. И немножечко уже красоты появляется на моем лице. Часть макияжа, часть укладки. Делаем сейчас укладку такую, чтобы можно было ее повторить. Потому что, короче, съемки у нас будут на два дня разделены. Поэтому мне надо примерно выглядеть одинаково в этом выпуске. Поэтому сделали такие ненабрыжные локоны. Ну, сейчас еще будет все. А потом будем пытаться повторить. Знаете, как у женщин личная проблема. Сначала себе придумала, потом давай реализую. Вот мы такое любим. Так, я собираюсь на первый образ. У меня уже все готово. Я решила надеть все свои лучшие украшения. Кстати, новенькие. Смотрите, какой очень-очень такой сердечный. Составила образ с тренчем. Мне кажется, это прикольно. Это эпизиционно подходит супер. И тренд на джинсу мы покажем. Но под тренч надо что-то выбрать. Поэтому здесь помятое платье. Сейчас я вам покажу, что в итоге получилось. Показываю свой образ, так знаете, с первого лица. В общем, решила, как говорила, выбрать тотал деним вариант. Поэтому здесь у меня появился тренч. Платьишко внизу практически его не видно. Джинсовые. Вот такие красивущие лодочки. Царские. Мне кажется, очень эффектно получилось. Как вам? Так, давайте познакомим вас с теми, кто у нас сегодня работает на площадке. Тут у нас Артем сидит. Написал нам офигенный сценарий. Видите, человек работает, сидит. Естественно, понимаете? Юра у нас делает вид, что тоже работает. Короче, все делают вид, что работает. Катя ходит, помогает, да. Наши бьюти-мастера прекрасные тоже работают, понимаете? Все сидят, работают. Но на самом деле сделали красоту уже из меня, поэтому все хорошо. Но самая главная движуха у нас пока в этой зоне. Нин, почему ты сидишь на картонах? Ну, как научили, так не сидим. Хорошо, Нина, режиссер нашего прекрасного мероприятия. Мы с Ниной, кстати, работали на проекте «Елки». Сейчас такие вставки из «Елок» пошли. Ну, короче, было прикольно. Эльвира, героиня. Саша, второй видеооператор. Александр, как ваши? Ты снимаешь? Не, мы с тренировки. Ладно, вот, чтобы вы понимали. У нас тут все красиво. У нас даже есть собственный фуршет. Ну, как говорится, что заслужили. Но самое главное здесь есть чокупай. Чтобы вы понимали, когда я была беременна, и мы снимали «Елки», я постоянно ела чокупай. Вся съемочная команда ржала надо мной, поэтому Нина сегодня привезла мне чокупай в подарок. Реклама, как говорится. Всем привет! Меня зовут Эльвира Нарбекова, и я участница проекта «Магия стиля Селена Челова». Я очень рада участию в данном проекте. Образ мне понравился. Моим близким тоже он понравился. Они ждали более кардинальных каких-то перемен, новых цветоволос, новых длинных. Образ я этот использую. Правда, раздельно. Я ношу и жакет, и топ, и туфли. Юбку еще, наверное, жду подходящего удобного случая. Хочу пойти на свидание с своим супругом в этом образе полностью. Благодаря этому проекту я поняла, чего я хочу. Он запустил изменения. Конечно же, моего гардероба я выкинула и отдала очень много вещей. И стало больше, лучше понимать, чего я хочу. И теперь мне больше нравятся те образы, которые у меня получаются. И мое отражение мне стало намного больше нравиться. Я поняла, что без каких-то там кардинальных изменений можно чувствовать себя комфортно, подобрать то, что тебе идет, и то, что тебе будет хорошо. Спасибо вам большое. Так, друзья, влог продолжается. Я тут уже переоделась-переоделась, потому что у нас отсняли первую героиню. И мы начинаем снимать второй блог, вторую часть, второй выпуск. Соответственно, мне нужен новый образ, только часть с него. Я уже немножечко того. Хочется спать, хочется есть, хочется к дочке. Но работа наша все. Кофе третий. Ну, что я могу сказать? Это тяжело. Но это очень интересно, на самом деле. Кайфово. Преобразили первую девочку. Будем стараться. Еще кайфово ей сделать вторую. Ребята уже начали снимать первую героиню. Точнее, вторую героиню. Пошли снимать на улицу. А мы ждем. Субтитры сделал DimaTorzok Так, мы продолжаем съемки. Как я говорила, второй образ у меня совершенно другой, но в целом в моей стилистике. Тут у нас платье комбинации, которое постоянно разваливается, как только я его надеваю. Здесь вот куча бусин. И чтобы вы понимали, они вот каждый раз надеваешь, каждый раз отваливаются. Где-то здесь у меня прям уже дырка появилась. Ну ладно, поверьте мне. Но, тем не менее, оно смотрится красиво, поэтому мне это нравится. Снизу, кстати, вот такие прикольные ботильоны. Это как будто бы ажурные носки, что нынче надеты в туфли. Но на самом деле это просто вот такие вот ботильончики. Ну и кожаночка, чтобы немножечко рока в этом селе, так скажем, бахнуть. Я сделала так. Я кайфую, я вам хочу сказать. Все, мы продолжаем. Мы снимаем второй выпуск. Здравствуйте. Здравствуйте. Ладно, я вам скажу. Я думаю, почему у меня нет дочери, потому что мои груди просто разрываются. Понимаете? Я не видела дочь 10 часов. Матери меня поймут. Понимаете, ну какие жертвы я иду. Ну все, ради красивого конфета. Нет, ради... Нет, ради... Ммм, ваше ощущение. Если бы они были, у меня, возможно, была бы тоже такая проблема. Я тебя очень понимаю. Поэтому... Небогато жили, нечего и начинать. Да. В остальном... Не, ну грудь-то понятие относительно, понимаешь? Вот кто ее нет, то она разрывается. Это сейчас только что было рекламу. Время, сейчас? И вот, я так понимаю. Семейных ценностей. Год семьи, я просил. Ваше ощущение от данной затеи? Эмоции от сегодняшнего дня. Нельзя снимать отовсюду. Я вот как бы устроила тут движоку, а они не хотят меня снимать. Вот как-то. Я наряжалась, красилась, понимаете? Смотри. Собирала всех, а они не хотят меня снимать. Я считаю, что это порядочное. Просто закрываем это шоу. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Они не легкие, потому что они из титана. Вот, да, вот так вот носить. Я надеюсь, что этот размер, тут один и другий. Обалдеть. Да, он можно так вот параллельно. Ты, не стильная. Ты, стильная. Да? Да, да. Это вот так носит, а не вот так? Я за костер. А тут нет. О, ням. Это очень мило. Это с у него большой. Я отнесла, что ты мне вообще вот так. О, ты милый. О, ты милый. О, ты милый. Спасибо, папа. Это очень классно. Ну все, я здороваюсь. Я такой, я Кубович, скоро открываю музей. Мне подарили... Сестра Аня шьет вот таких вот... У нее помни, таких зайцев. Подарила для моей дочки Марусу. Мама делает деревья, блин, из бисера. Вы представляете? Просто вообще. Папа делает вот такие вот шкатулки. Шкатулка это? Да. Можно там положить кольцо. И Аня делает красивые подарки. Вот. Всем привет. Меня зовут Аня. И я, если помните, была участницей первого выпуска проекта Лены Червовой. Магия стиля. Мне хочется поделиться своими впечатлениями от этого проекта. И своими большими изменениями, которые у меня стали происходить после этого проекта. Для начала хочу сказать, что тот образ, который для меня подобрала Лена, мне очень понравился. Я увидела себя яркой. Я увидела себя другой. Его, этот образ оценили мои подругушки, мои коллеги в работе, мои близкие. Они меня поддержали. И я поняла, что я после этого проекта не могу остаться прежней. Я должна меняться. И первое, конечно, что я сделала, я пошла на курс Елены Червовой персональный стиль. Это просто бомбезный курс. Я от него кайфанула. Я поменяла практически большую часть своего гардероба. Потому что прежний гардероб не напоминал о прежней жизни, о прежнем моем состоянии. Я покопалась в себе. Я увидела себя той, какой я хочу стать. Я испытала то состояние, в котором я хочу находиться каждый день. Благодаря этому проекту. И сейчас, когда я смотрю на себя в зеркале и после в принципе курса персональный стиль, я кайфую, я принимаю себя. Больше у меня пропал синдром недовольства своей фигурой, недовольства каких-то моментов в моем лице даже. И у меня пропал синдром вечно виноватого человека, когда я меняла себя во всем. Нахожусь сейчас в эйфории. Мне не хочется, чтобы это состояние пропадало. Я пошла на танки. Не захотелось женственности. Не захотелось пластичности. Больше полюбить свое тело. Я хочу обратиться ко всему женственному полу. Девочки. Посмотрите на себя. Вы самые лучшие. Вы самые кайфовые. Вы самые красивые. Принимайте себя. Живите здесь сейчас. Любите себя. Хочу пожелать всем преображений, всем изменений. Будьте счастливы. Кстати, про персональный стиль, друзья. Персональный стиль – это мой авторский курс по стилю для себя, пройдя который вы будете знать, как выбирать вещи под себя. Вообще, как сформировать запрос, что это такое, зачем это нужно. Как научиться видеть свои вещи в магазинах. Как разобрать свой гардероб и понять, что тебе нужно, а что нет. Как не покупать те вещи, которые не будут работать на вас, которые просто будут висеть с бирками на шкафу. В общем, это максимальная прокачка вашего стиля, чтобы у вас было понимание, что же вам нужно в конкретной ситуации здесь и сейчас. Это история, которая будет актуальна для вас всю вашу жизнь, потому что в зависимости от того, насколько будет меняться ваш запрос, будет меняться ваш и гардероб в том числе. И вы будете обладать всеми инструментами, чтобы это, собственно, сделать. Разберетесь со своим типом фигуры и что ему подходит. Узнаете, какие цвета подходят именно вам. Как выбрать базу под себя и вообще, какая она должна быть. Как составлять классные стильные сочетания, как подбирать обувь, аксессуары, украшения, сумки и так далее. И вообще научитесь составлять капсульный гардероб, функциональный гардероб, который будет работать на вас. Переходите по ссылке в описании к этому видео и оставляйте заявку на ближайший поток. Ну что, друзья, второй день, вторая смена, как говорится. Ладно, хотела пошутить, но забыла, понимаете, утро. Утро, утро. Ладно, сегодня уже не 7 утра, но ранное утро мы едем. Я помыла голову, потому что сегодня не снова буду делать укладку, а на чистую голову это делается лучше. Хочется, знаете, вот прям лечь в кроватку, поваляться. Но амбиции, желание сделать какой-нибудь крутой проект, он, конечно, пересиливает, поэтому идем украшать этот мир. Мир, вчера я кайфанула, честно. Очень классное преображение. Я даже реально не ожидала, что получится так. Ну то есть подбирая одежду, все-таки хотелось как-то изменить девчонок, но вот такого вау-эффекта, который был, я честно... Короче, я не думала о нем, и я от этого еще больше кайфанула. И как раз от работы стилиста это прикольно, что ты можешь... Не то что, знаешь, и посмотреть на другого человека по-другому, и показать на него самой себе по-другому, и кайфануть от процесса. В общем, классно. Мне еще вчера подарочек надарили. Это вообще приятно. У нас еще три героини сегодня, две еще один на день дополнительный. Сложно, но интересно. Я тогда думала о том, что хочу вот свой проект, такой вот большой. Не думала о том, что будет сложно, но, как говорится, все в жизни должно быть в балансе. Ты делаешь крутое шоу, крутой продукт, крутой результат, крутые эмоции, получается. Вот сложно-то тоже должно быть. Ничего просто так не делается. Но у нас классная команда, поэтому все круто. Знаете, в чем минус, когда ты делаешь уже не первую съемку? С одной стороны, вроде все уже становится на рельсе, быстро ставится свет, все понимают, что делать. Но с другой стороны, все начинает тормозить. Уже вроде бы все понятно, ты не суетишься. И вот время в середине дня, а я еще не зашла в кадр, сижу, жду. Но зато уже с красивой прической. Смотрите на меня. Пока еще в своих бомжатских вещах, но, тем не менее, прическа вытягивает. Короче, у нас сегодня красивая очень студия, красивая героиня, красивый образ, сейчас я вам покажу. Вот мои трудяшки готовятся, парят вещи, все, что надо, делают. Молодцы. Так, у нас тут новый образ, друзья. Я сегодня в костюме. Кого? Давайте, накидывайте варианты. Мушкетеры. Ну, мы почитали бы в комментариях, что накидает нам наши другие подписчики. Мне очень нравится. Давайте посмотрим, что это готов! Как итак! Членам моей семьи образ понравился, но некоторые сошлись во мнении о том, что макияж что ли сильно яркий был, то ли прибавил мне иное количество лет. Вот то, что заметили из недочетов те, кто видит меня ежедневно. Целиком образ еще не удалось примерить, но отдельно выгуливаю платье-комбинацию. Недавно она даже побывала на Черноморском побережье. После преображения, чего сильно в стиле моем не поменялось, потому что я только на пути к самому идеальному гардеробу, собираю его по крупинкам. Спасибо большое Лене за такой интересный опыт. Будем стараться соответствовать заданной планке. Короче, еще вам одно откровение. Когда я участвовала в каких-то больших съемках, когда большой продакшн, какие-то проекты, когда от тебя ничего не зависит, ты очень много ждешь. Я об даже, мне кажется, где-то рассказывала о том, что перестановка сцены, переезды или еще что-то. Я думала, когда я буду снимать, все будет организовано так, чтобы не нужно было ждать, чтобы все было четко, все было понятно. Так и что сегодня я делаю? Я просто 80% времени сижу и жду, пока снимут сцены, пока подготовят, пока то, пока все. Ну, потому что я в кадре есть, меня много, но не так часто. И основные сцены мы будем снимать потом. Короче, как говорится, не зарекайся. И когда ты думаешь, что сделаешь совершенно по-другому, не факт, что у тебя получится. Неспроста, неспроста, все неспроста. У нас четвертая героиня, вторая съемка за день, но вроде все получается. Друзья, чтобы вы понимали, на этом проекте я работаю с очень крутой командой. Сценарист, режиссер. Все свои реплики я, конечно же, пишу не сама, но сейчас мы от первого лица спросим, какие важные слова я должна сказать в этом выпуске. Я бы хотел, чтобы Лена сказала, что она, если не медиум, то максимум по магии, стиля и красоты. Подожди, у нас есть сценарий, чтобы вы понимали. Тут написано, я должна сказать, в нашем шоу, каждая участница раскрывает свои чакры. Чары. Чары. Это магия. Понимаешь, чакры я скажу, раскрывает свои чакры. Я бы хотел, чтобы наша героиня Анастасия. Сказала. Учительница. Да, сказала. Сказала, я хочу выглядеть классно. Классно, вы чувствуете, просто. Но пока не удается одеваться на А5. Такую оценку ты не поставишь. Чтобы вы понимаете, команда профессионалов у меня, ну как бы с другими не работает. Смотрите, мы заводим для наших сотрудников. Еда, пожалуйста. Всех кормим, не только капканиками, но и заказной едой. Потому что что? Хороший специалист, сытый специалист. И в первую очередь лучший. Добрый день. Меня зовут Ирина. Я одна из участниц шоу «Преображение. Магия стиля» от Елены Червовой. Когда пришла домой, у меня было такое ощущение, что я ребенок, у меня был день рождения. У меня было столько внимания, столько подарков. Особенно внимание было очень дорого. Меня так обняли. Было очень приятно. Подаренный образ ношу, но ношу его раздельно. Пиджак ношу с джинсами и с майками. Юбку ношу. Вот была на фотосессии. Брала ее, ношу ее с белой рубашкой. После проекта не так много времени прошло. И мне не так много. Но вот, например, я не сказала, в проекте не сказала о том, что я еще являюсь волонтером фонда для онкобольных «Я люблю жизнь». В этом фонде я волонтерствую и провожу фотосессии. Организовываю, провожу их, собираю фотографов. И нам очень часто не хватает стилиста. Бесплатного стилиста найти, ну, крайне невозможно. Практически, либо крайне сложно. Поэтому у меня появилось такое желание пройти курс стилиста, помогать в этом. И помогать в организации фотосессии, а также помогать дамам, которые прошли, тоже в диагнозе, которые прошли такой же путь, как я. Хочу сказать спасибо, огромное сердечное спасибо всем съемочным группе. Они были неравнодушны, они были очень чутки, эмпатичны, тактичны. И мне было очень приятно находиться на этих съемках. Я хочу еще раз сказать им огромное-огромное спасибо. В общем, наша героиня, как будто мы говорим, моя дочь запекла капкейки до 2 часов ночи. Вы должны их съесть. Я говорю, а кто мы такие, чтобы отказываться от капкейки? Поехали. О, вау! Вау! Она сейчас всю ночь пекла. Да? Так, информация была до 2, теперь уже до часа. Ну что это за красота? О-о-о-ой! Они сейчас с разным вкусом будут? Рассказывай, это розовое с шоколадом, желтое с зимой, зеленое с бананом. Если я съем все одна, то мне придется выкатывать отсюда. Какой-нибудь откройте, такой и будет. Можете оба открыть. Ну все, смена перестает быть тонной, понимаете? Вот так, вот так просто. Заканчиваем, ребят, заканчиваем. О, прошу, праздник, да. Приходиняйтесь. В следующий раз, когда вы будете думать, участвовать ли в моем проекте, имейте в виду, что мы пьем, капкейки мы едим. Все, друзья, смена закончилась. Сказать, что это было тяжело, ничего не сказать. И морально, и физически все очень тяжко. Короче, друзья, производство контента, как бы ни казалось бы, вы будете вырезать 15-20 минут, но требует невероятных усилий, морально-физически, кстати, затрат на подпадение по финансовым планам. Но яркость, это круто. Субтитры сделал DimaTorzok